Доброе утро! В Пермском крае 1 сентября в школу пойдут почти 300 тысяч детей. А это уже завтра. Из них, кстати, 33 тысячи раньше в школу не ходили. Первоклассников на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Свои двери для учеников откроют 805 образовательных учреждений, среди которых 9 частных школ. Еще в 9 школах сейчас ведется капитальный ремонт. К слову, в этот день в Пермском крае запретят продажу спиртного, а по городу поедут читающие автобусы. Школьники, родители и педагоги в день знаний зайдут в автобусы разных маршрутов и с выражением прочтут выученные заранее стихи. О подготовке к началу учебного года в Пермском крае и о планах нам рассказала Раиса Кассина, министр образования и науки региона. Мы ее пригласили в программу «Лобби-холл». В частности, проанализировав состояние школ, например, кадровую составляющую школ и прежде всего наших техникумов и колледжей, мы увидели, что, например, есть по 5-6 завучей. Мы видим, что есть по 5 бухгалтеров в школе. Поэтому сначала мы наведем порядок здесь. Мы уберем лишние должности, которые явно сейчас, ну, по крайней мере, в этот период, без которых можно обойтись. И это ни в коем мере не коснется зарплаты педагогов. Ни в одном из типов образовательных учреждений. Зарплату мы выполним полностью. Она подготовлена в полном объеме. Но и это главное. Это ни в коем мере не коснется учебников, повышения квалификации педагогов. То есть то, без чего жить школа и техникум не может. Завтра покажем все интервью. Смотрите «Лобби-холл» во вторник в 21.20 на ВИТЕ. Вечеринка в театре. Приглашает театр-театр. В пятницу с 8 вечера до полуночи зрители смогут сыграть во всех спектаклях репертуара, взять автографы у любимых артистов и заглянуть за кулисы. Ночь открытых дверей. Только вот говорят, все билеты уже проданы. И в театре сейчас решают, сколько дополнительных экскурсий можно будет устроить. В течение этого времени, ночи, вечера, мы хотим организовывать такие группы экскурсионные, которые бы попадали во все наши цеха, где все цеха будут работать, будут вестись репетиции, будут как бы... То есть весь процесс внутренний, он тоже будет происходить. И группы этой публики с какими-то перерывами будут, значит, как бы двигаться по всему внутреннему пространству. То есть внешнее пространство, ну, публичное, оно будет полностью инсталлировано. А внутреннее, оно будет тоже предложено для экскурсионных групп, для такого просмотра, для того, чтобы заглянуть в святая святых нашей деятельности. Это сегодня мы смотрим прогноз погоды каждый день. Скоро потихоньку начнем перебираться в космос. Коммерческие орбитальные станции могут стать реальностью в течение ближайших 10 лет, убеждены американские эксперты. В 2024 году МКС, как ожидается, может завершить свою работу. В таком случае НАСА не будет строить другую орбитальную станцию на низкой околоземной орбите, а предпочтет закупать услуги у частного сектора. Пока же поближе к земле. Температуры на этой неделе будут стремиться ввысь понарастающей. Сегодня синоптики обещают 8-10 градусов. С каждым следующим днем смело плюсуйте еще по градусу. К выходным до плюс 14. Всю неделю над нами будет облачное небо, из которого порой будут изливаться осадки. Впрочем, не порой, регулярно. Осенью к другим критериям при выборе автомобиля может добавиться еще один важный экологический класс. Правительство собирается утвердить новый дорожный знак – грязный выхлоп. Регионы смогут самостоятельно устанавливать зоны, в которые будет запрещен въезд автомобилей ниже определенного экологического класса. Прежде всего, такие знаки могут установить в крупных мегаполисах, поскольку их экологическое состояние не улучшается. В Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за несоблюдение нового правила. Подобные запреты действуют, например, в Германии и Италии, в Дании – для грузовиков, а на Туманном Альбионе запретов нет. Просто въезд в экологические зоны – платный. Сейчас у нас средний возраст парка транспортный СС получается около 7,5 лет. То есть ориентировочно это, наверное, попадет где-то, наверное, треть. Ну, в общем-то, такая… Начиная где-то с 2010 года, уже около 400-500 европейских городов уже закрыли свои зоны центральных планировочных районов, исторической части, для въезда автомобилей старше 100 лет. Но это в основном из-за загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. В общем-то, практика довольно распространена. Там убиваются как бы два зайца. То есть со стороны экологии это уменьшает концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере города. Вот эти грамм на кубический метр атмосферного воздуха еще и снижает интенсивность движения автомобилей в центральных частях. То есть это не прямой такой запрет въезда, а именно запрет въезда грамм грязных автомобилей. А еще с 1 сентября вступают в силу поправки в гражданский кодекс, ужесточающие критерии для признания здания самовольной постройкой. Предположительно, уничтожать неразрешенные объекты по решению суда и муниципальных властей станут чаще. С 29 сентября вступает в силу закон, согласно которому граждане смогут банкротить работодателей за долги по зарплате. С сентября же работодатели обяжут предоставлять своим сотрудникам для получения образования отпуск с сохранением заработка. Еще одно нововведение касается такой немаловажной темы, как еда и напитки. С 1 сентября каждый гражданин сможет проверить качество продуктов, которые поставляются в нашу страну, так как ветеринарные сопроводительные документы будут переведены в электронный вид. Таким образом, можно будет открыть базу данных и отследить перемещение партий мяса или, например, рыбы, а также узнать происхождение товара. Вот такая осень, но мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами!